Что я решила? То, с чего мы начинали на прошлом нашем занятии, что есть такая профессия журналиста, это всегда неожиданность. Поэтому мы будем зачастую делать какие-то экспромты, к которым я вас не буду готовить, а они будут очень неожиданные, я надеюсь, приятные. Но, во всяком случае, вам придется ориентироваться уже по коду действия. А на сегодня у нас такая необычная для вас история, в которой вы будете слушателями и, как я и говорила, активными участниками. К чему я стремлюсь, чтобы всегда наши занятия проходили в интерактивном общении. Наш сегодняшний гость Янис Политов, мой любимый сокурсник. Мне встать? Да, в этом месте можно, да, и поклониться, как это делает настоящий артист. Мы с Янисом вместе закончили в ГИК. Сколько это было лет назад? Это был 2007 год. 2007 год, то есть у нас уже порядочный стаж после этого. И если я там спустя какое-то время, как я вам и рассказывала, уже пошла больше по бизнес-направлению, то Янису удалось сохранить себя и в профессии, и, скажем так, расширить понятие нашего образования, потому что он у нас не только актер, он расскажет сейчас и о своей творческой биографии, но он еще очень интересный организатор, то есть организатор вдохновительный, я бы так сказала, потому что Янис у нас грек, да, выкажите, девочки. Янис у нас грек и очень активное участие принимает в формировании и развитии греческой диаспоры в России, и, в частности, ее молодежного движения, поэтому, кроме того, чтобы выслушать вообще о его творчестве и его занятиях, может быть, вам будет в дальнейшем интересно, я не сам уже об этом рассказываю, это как бы принимает... Загоняют и загоняют. Это принимает такие обороты прямо, знаете, масштабные, я бы сказала так. Так, Янис, ну, ты тогда начиная, я постепенно буду задавать тебе вопросы, и я думаю, что девочек тоже. Какая просьба? Любые вопросы по ходу рассказа Яниса поднимайте руку и называйте свое имя, чтобы Янис тоже мог к вам как-то обратиться. И в конце, опять-таки, забегая вперед, в конце нашего знакомства, нашего общения, у Яниса будут для вас собственные, скажем так, презенты, о которых он расскажет. Так что будьте активными, заинтересованными, как настоящие журналисты, с места в карьер, как я вам и говорила. Начинай, начинай, как все началось. Так, ну что, мои дорогие, я, наверное, начну стоя, а закончу сидя. Ну, в общем, меня зовут Янис, фамилия моя Палита. Давайте, чтобы нам было проще общаться, сразу ко мне на «ты», хорошо? Я говорю, на «вы», вас много, вы ко мне на «ты», я Янис. Каждому из личной беременности разговариваем, и на «ты», мне кажется, так будет проще. Вот, то есть Янис, ты, что ты закончил, как ты учился, где, кто тебя учил, и... Редкая возможность обращаться к актеру на «ты», так что используйте ее, с его собственного позволения. Вот, и у меня такой первый опыт в аудитории, что я вот стою, сейчас вам вещаю, и я думаю, что у вас стоит уже один из первых опытов, что стоит чувак, какой-то вам рассказывает о своей профессии. В общем, меня зовут Янис, фамилия моя Палита, я актер, начинающий режиссер, один из лидеров всей этой греческой тусовки российской, и... И мне 33 года, возраст Христа, я родился в небольшом городе Ясинтуки, есть такой город, в Сталопольском крае, водичка Ясинтуки, 4 Нарзанчик. Вот, в 5 лет меня отдали в школу, в 15 я ее закончил. Отдали в школу, потому что я им всегда думаю, видимо, надоел еще, не потому что куплен, умный был, или еще что-то. Вот, в 15 я ее закончил, поступил, то, что было рядом с домом, потому что в 15 лет меня никто ни в какую Москву не отпускал, это был институт у насранных языков, сейчас называется Патегорский государственный инвестический университет, на французский факультет. Вот, когда я там учился, но у меня все более бреднее, бреднее о том, что я хочу в Москву, вот, в 18 я здесь сюда приезжаю, потому что в МГУ набирали от Сарбонны французский университетский колледж, после третьего курса меня, за можно было поступить. Я приезжаю, сдаю там эти тесты по языку, и меня зачисляют сюда, я начинаю, а мне была ниточка важна, чтобы я приехал в Москву из этих синдуков, и лучше, конечно же, когда ты приезжаешь до образования в Москве, не когда ты приезжаешь, там, непонятные дела, там, у нас. Вот, и параллельно начинаю поступать в театральный институт. Ну, сначала я закончил, соответственно, в МГУ, параллельно закончил у меня, с вами на заочном, МГУ на очном. В 20 лет я имел два больших образования, которые я не знал, что с ними делать, положить их на полку. Ну, я знал, что с ними делать, я вот так их принес, положил дома и сказал, вот, мама с папой выходили, а теперь буду делать то, что я хочу. Я поступаю театральный институт. Первый год меня не брали, второй год меня не брали, потому что ты приходишь, видишь, что курс уже практически набран еще в феврале, наверное. Там, может быть, здесь, два-три месяца, которая не задействована блатом, вот, и не сдаешься. Поступаешь первый год, второй год, ну, второй год, если честно, я сдался. Я собрал все шмотки, ехал в северные сундуки, потому что я думал, ну, в Москве. Мне хотелось оставаться только из-за того, чтобы быть, ну, как я считаю, что Москва – это город, который должен быть, либо, если ты какие-то преследуешь артистические штуки, достигать, либо политические, либо крупный бизнес. Оставаться здесь во время работы менеджером. Да, да. Заходи, заходи, давай, давай, смелее, смелее, давай, давай. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это повар. Во-первых, что у нас, ребята, позвонились. Все подготовились, наверное, к встрече с тобой. Ребята, любая помощь. Для тех, кто опоздал, представься, пожалуйста, еще раз. Это наш гость, ребята, на сегодняшнее наше занятие. Как я уже показала, это обещанный вам сюрприз. Что смешного? Ну, обычно занятие, молодой человек. Так все. Хорошо. Меня зовут Янис, с моей фамилией Аполитов. Я автор, режиссер, и т.д. и т.п. Сейчас все узнаете. Ну, в общем, на чем я остановился? Какой он код жизни? Ты остановился на том, для чего существует город Москва. Для чего существует город Москва? Да, это каких-то больших перспектив. То есть, если ты сюда приехал, быть, ну, у меня много приятелей, знакомых, которые приезжают сюда в поиск какой-то жизни, типа, больше платят или еще, чтобы при этом они тратят больше, там, на съем квартиры, на свой досуг, и ничего не остается. Поэтому я не считаю, что в Москву стоит ехать только для того, чтобы получать какую-то заплату побольше, оставляя при этом своих родителей, они их, и т.д. и т.п. То есть, во имя каких-то больших, великих целей, сюда имеет смысл ехать, а во имя каких-то маленьких, то не имеет. Ну, я отошел от темы. Нет, ну... Кстати, вот профессия журналиста – это одна из великих целей, как мне кажется, и которая, если мы говорим о большой журналистике, то, конечно же, надо быть в Москве. По крайней мере, к сожалению, может быть, или к счастью, ну, на мой взгляд, к сожалению, Россия так устроена, что все сконсолидировано в одном городе. Мне больше нравится, там, американская система, как устроена, что там есть Нью-Йорк, это более такой деловой центр, Вашингтон – более политический центр, там, Лос-Анджелес – более кинематографичный. У нас как-то все в Москве – здесь и кино, и политика, и бизнес, и все, что угодно, сконсолидированный, поэтому народ прет и прет и прет и прет. Вот. Ну, в общем, встречи, попытки, я поступаю к нашему мастеру любимому, в Селуниках Шиловского. Я говорю, это правда… А почему это говорю? Потому что никогда не стоит сдаваться. То есть, если есть цель какая-то, какая бы она ни была безумная, но если ты точно знаешь, что ты хочешь, то ты обязательно там достигнешь. Один раз я, когда я, по-моему, первый год или второй год не поступил, я тогда устроился работать в отеле «Советский». Так как у меня было знание французского языка, я работал по общению с иностранными клиентами. И как это заикарный человек, который вспомнил, что я где-то лет пять назад на своем еще этом, в Северном Кавказе, его как-то встречал в каком-то каком-то непонятном. Я бы узнал по часам. Они были полностью все бриллиантовые. Он вот так, когда дверцу закрыл, так на его руку смотрю и говорю, мне кажется, мы знакомы. Он говорит, да вряд ли. Я говорю, ну, и даже по местам тем. И он на меня смотрит, я вижу, как у него еще чуть-чуть крутится в глаза, он говорит, я не помню, как это зовут. Он говорит, да ему раз для тебя, ты что здесь делаешь? Ну, работаю там, если не поступил, работаю. Ну, давай, говорит, вечером, кофе попьем. Я говорю, давайте попьем. И он уехал куда-то. Ну, восемь вечера наступает, у меня работа закончится. Все окажут, подъезжают там, влаги, влаги на, подъехали. Это, ты что уже уходишь? Я говорю, на подилки по болтам. Думаю, ну, пойдем. Спустились в кафе, это у меня было первый-последний раз в жизни, когда было ощущение слежки. То есть у меня больше в жизни не было ощущение, что за мной следили. То есть человек, когда со мной говорил, он оказался криминальный авторитет. И когда он со мной говорил о каких-то вещах, там, не знаю, о дынеах в Узбекистане, он говорил просто. Когда он говорил о каких-то вещах серьезных, он там кофе пил, прикрывал свой рот, чтобы его там с губ не считали, или еще что-то. И он не сказал такую вещь в тот момент, он не сказал, вот, варьянец, вот есть цель, есть к ней пути. Есть короткий путь, и ты достигнешь этой цели. Но если ты, когда ляжешь, сам собой один-на-дин на подушку, и тебе не будет стыдно за этот путь, никто об этом знать не будет, как ты цели добился. Ну вот и остался сам собой, не на один на подушку, лег спать, и думаешь, у меня не коробит совесть. Ну, тогда, значит, поступай. Ну, если ты на секунду хотя бы где-то себя будешь как-то чморить по-русски, да, то лучше не делай, потому что сожрешь. То лучше пройдем туда длинный, тернистый путь, и ты все равно придешь в цель, потому что ее хочешь, потому что ты ее видишь, ты явно понимаешь, что это, как это, и ты к этому придешь. И все, вот такой был короткий разговор, который у меня запомнился на всю жизнь. И я реально пошел по пути, который очень, хотя были варианты пойти по пути, который очень короткий и очень перспективный, который не брезгует никто, вы имеете в своих цели, не знаю, там, не знаю, стать супер-мега-стар, там, я не знаю, или что-то снимаю, и ты дедит, но мне вот за мой путь, я понимаю, что я еще, я вижу ваши глаза, вы сидите, смотрите на меня, что за чувак рыжи, все их нахрен вообще не видели. Может быть, видели, может быть, не видели, вопрос не в этом, а вопрос в том, что мне абсолютно не стыдно затухнуть, который я делаю, потому что в этой жизни нет ни одного человека за моей спиной, который смог бы с меня спросить, грубо говоря. Это ощущение свободы, оно очень дорогого стоит, когда вот ты живешь, спрямо идешь по жизни, спрямо спиной, с прямой спиной, и никто тебе не может сказать в своей жизни ничего. Это очень здорово, потому что, ну, мне может сказать, молодец, ну, все, ну, потому что он молодец, все, больше никто. Это ощущение свободы, и оно просто тебя несет вперед, и все, вот как бы, вот это очень такое, какого штука такая, когда ты реально, каждый свой шаг, за него ты благодарен только себе, там, своим талантом, своим родителям, потому что они тебя вложили, какими-то своим учителям, которые тебе в этой жизни Господь подарил все больше, и все. И что-то я отвлекся. Ты говоришь о жизни, это очень важно, ты говоришь о жизни, о выборе пути, потому что каждому предстоит сделать этот выбор, и... Ну, ребята уже сделали, как они здесь сидят, и... Ну, хотя это первое образование, это первое шаг, потому что, еще может... Это у меня одна знакомая отучилась в золотая медаль, школа, потом МГУ, красный диплом, умница, совочка, умница, совочка, в итоге совочка преподает в латинские танцы, понимаешь? Я говорю, зачем мы уже был, вот этот весь цирк, ты понимаешь, она там опирала, она там опирала, она там опирала, она училась, вот, и вот, и вот, потом думаю, а что я сужу, ну, человек выиграл такой путь, я думаю, да, на твоем примере, ну, человек выиграл, с твоим зданием французского, с твоим образованием, и вот, понимаешь, ты нашел себя в совершенном... Ну, оно, оно, оно понимает, вот эти все, вот сейчас прошло, сколько там, 12 лет, как я закончил, 2002-й, я закончил, сейчас 13 лет, как я закончил, я с практикой французского языка, я имею ввиду проживание в стране языконосителя, в данном случае Франции, ее не было в плане долгого присутствия в этой стране, чтобы язык коренился, поэтому язык, когда, любой набор, когда ты его не практикуешь, я думаю, журналисты тоже сами, вот если он вне практики, он уходит, к сожалению, вот язык, он у меня ушел, то есть, ну, там, конечно же, я приеду в Францию, смогу общаться спокойно, и не так спокойно, как я мог до этого общаться, до этого я практически не думал, поэтому нужно быть постоянно в тренинге того, и то дело, которым вы занимаетесь, и почему еще не стал этим, либо педагогом, либо переводчиком, я понял, что я не буду получать удовольствие от этого, ну, жизненно такая штука, и ты в своей, особенно мужчина, он тратит там, 80-процентное, на свое время, на свою работу, если эта работа не будет доставлять ему удовольствие, то мне кажется, ну, глупо ей заниматься, когда ты приходишь, и спад палки, только для того, чтобы заработать деньги, ты тратишь свою жизнь, вот, недавно общался с человеком, я, я хоть и грек, но я так, наш русский грек, я в десятом поколении, наверное, здесь, потому что, ну, у меня деды, прадеды, прапрадеды, они все, все, все здесь пройдались, но в Греции я частенько держу, что она после 90-х там, мужчиной-боросленников, казалось, и мне они сейчас говорят, что вот, мы, говорит, понимаем, что вот здесь жизнь, что вот, у нас в стране работаешь, для того, чтобы заработать денег, и на эти деньги, когда пожить, а здесь, говорит, пофиг, вот, сейчас кризис, там сейчас греется, по-моему, непонятно, вместе находятся, но они счастливы, они просто, греется, страна для жизни, все, там просто, ты там живешь, для того, чтобы жить, для того, чтобы заработать, еще, вот так ты уходишь, они говорят, у нас кризис, я говорю, у вас нет кризиса, кризис у нас, когда стемнело, ты детей не можешь на улице, когда ты закрываешь двери, на все замки, и когда ты закрываешь форточки, спать больший всех, ты вроде как в Москве живешь, безопасная страна, то есть, ну, ну, кризис, ты не понимаешь, на что способен человек, когда ему детям есть нечего и греции ты можешь выйти в 3 утра с их кризисом и спокойно там в дискоклубах в этих барах там нет охранников то есть там тысячу две тысячи человек и ни одного охранника там ты не видишь пьяных людей потому что есть внутренняя культура поэтому людей вот внутренние поэтому сейчас тоже наши приехали там раньше вообще машины не не забирали привозили с утра бросали супермаркет и все и она расходилась здрасьте вы не присутать меня зовут потом пообщались ну вот так что это все так переплетено потому что это все касается и работы и жизни время провождения взглядов социальной какой-то культуры и политики то есть это все связано на самом деле почему я говорю что журналистская профессия чем она интересна лично для меня она включает себя так много аспектов жизни и может быть вы сами выберете чем заниматься может быть вас направят во всем надо уметь ориентироваться на лицом профессии не просто кайфовая есть же такое понятие владеющей информацией владеет миром да это правда это правда это надо вначале владеть этой информацией но это вот это есть некий ключик который позволяет который позволяет за определенные вещи потому что ну я вот по себе расскажу когда я понял мы сейчас не остановились мы остановились на самом деле на истории связаны с твоим образованием с твоим переездом в москву это был в гиг 2005 год я наконец-то с третьего раза поступал в гиг нашему мастеру отцу Николаевичу спасибо большое что меня взял у меня как три года поступаешь как проходит творческие поступления в творческие вузы театрами там щеков щука мхат гигитис она состоит из трех творческих туров потом идет колоквием потом сочинение ребята многие с творческим образованием имеются такой хороший то есть вы понимаете о чем я говорю и меня направлено на третьих турок более либо на сочинение ну что на сочинение только не раз завалили остальное там второй третий тур меня скидывали либо на конкурсе когда пришел в гиг поступать еще лучше мне с первого тура говорить что ты поступил ну это как-то в голове не укладывается потому что ну ты до этого поступал и в этом году третий год поступал где тебя скидывают я говорю что ты поступил через неделю я опять прихожу и говорю что все таки такое быть не может чтобы меня три года не брали и он говорит 200 тысяч там я пару минут в мозге прополоскаешь что ты не будешь учиться и он меня взял меня взял и вот Юляичку нашу взял и таких сколько нас было 14 человек да все мальчиков нет 6 мальчиков 8 девочек вот мы учились актерское мастерство мы учились вот Юля не даст соврать мы учились по профилирующим предметам то есть у нас не было вот этой всей веселой штуки как история социология и культурология ну там образование это было потому что мы это уже все получим на первом гузе у нас были актерское мастерство социаль движения вокал танец циньбой пластика ну в общем вот это все что чтобы работала аппарат речь мы там отучились два года я там отучился с ними два года и мы окончили это все благополучно в 2007 году и вот ты заканчиваешь институт и выходишь тебя никто не ждет тебя никто не знает у тебя забирают общежитие и ты говоришь hello Moscow ну и понеслось поехало Всеволод Николаевич всегда нам говорил о том что с выпуском только начинаются все ваши сложности и проблемы вам кажется как тяжело готовиться к экзаменам все это сдавать потому что и задания были очень творческие то есть не было определенных дисциплин которые выучил ответил все садись пять то есть ты должен был постоянно находиться вот в этом тренаже постоянно что-то придумывать что-то ставить сам и на это были рассчитаны все экзамены тебя только направляли педагоги давали тебе какие-то ну такие совсем небольшие основы поэтому тут было очень сложно учиться и сдавать но когда ты все закончил наконец и получил этот заветный диплом как правильно я не говорит у тебя в голове не укладывается что с этим только начинаются твои сложности я вам рассказывала как нас Всеволод Николаевич выпустил в большой мир и сказала ну вот и пополнилась толпа безработных потому что действительно успеха добиваются ну опять же когда у тебя в голове такие жизненные принципы про которые я вам рассказал про длинные коробки это становится конечно же еще сложнее но то что как говорится быстро есть такое понятие то что быстро то не навсегда поэтому я очень рад каждому своему долгому шагу потому что это как фундамент такой который он надежно потом будет как мне кажется вот и вот началась тогда актерская жизнь которая зависит от того что пригласят тебя на кастинг не пригласят пройдешь ли ты кастинг пройдешь ли ты кастинг потом будут дети пробуют после этих проб будешь ли ты вообще ну в общем это все очень по прослушиванию в театре были я попал в театр Джигарханяна Борисовича у меня хватило на три месяца в этом театре и на его зарплату 5000 рублей вот 5000 рублей в театре было зарплату 4200 это в 2009 году когда я туда уходил сказали что кризис я что денежек у нас нет платить без зарплаты я говорю вы знаете я у вас на бизнес-ланче больше основной чем он не платит ну вот так это конечно можно можно военное искусство пойти на многие жертвы но совершенно питаться воздухом это тоже невозможно ты как понимаешь 10 лет нет времени этого чтобы ты был в театре с полным ощущением самообмана как мне показалось что зато типа я в профессии я в театре работаю ну и дальше что актер актерская профессия она же публичная профессия и он должен получать свой как сказать девушка вам не интересно здесь прошу прощения конечно или у вас вопрос уже возник может быть вы зададите не? вот и актерская профессия наша публичная профессия и я почему радовался что у нас в Шиловске преподавал он как правило в театральных вузах мастер берет курс например Райкин там кто? Линьков, Табаков берут они курс но они приходят на свой курс там раз в месяц посмотрят на них оболкают с ними и им преподают педагоги кто такие педагоги по актерскому мастерству? это конечно же те ребята которые ну грубо назовем это не состоялись в профессии к сожалению ну в большинство ну не а все педагоги кто преподает в театрическом мастерство те люди в профессии значит не состоялись но они настолько есть заболели потому что это огромный наркотик что они хотя бы здесь получают свою дозу вот Шиловский он у нас прошел путь огромнейший чуваку там сейчас 77 он в 23 года уже был режиссером мхата не главный режиссер но режиссер мхата и кроме него нам никто не преподавал больше ничего по актерскому мастерству то есть из недели 5 дней в неделю в 9 утра как штык сидишь и Шиловский учит тебя мастерству то есть это дорогого стоило это стоило дороже чем любые педагоги потому что он познал всю эту тему он познал эту тему изнутри актерскую он познал и славу он познал там и испытания славы своей семьи три брака и т.д. и т.п. и момент управления и момент управления вам хватит вы представляете что такое режиссер это же вообще даже ему 24 года а там по 70 лет яншин которые там просто эти потом на которых молилась вся страна и ты им говоришь тем более раньше актеров было вообще такие единицы это сейчас миллион актерских вузов и многие актеры потом открывают свои курсы какие-то раньше заканчивали театральные вузы выходили и уже стояли люди из театра и говорят придите к нам в театр будет прямо они вот на выходе стояли Лимком, Мухат, современник сейчас ты заканчиваешь и бежишь топами своих этих выпускников понимаешь от нас прослушать и мы там монолог подготовили с диалогом вот каким образом ты попал в Джигарханьяну как проходил сам осмотр, собеседование в какой форме? в какой форме? никак нашел там одну бричанку она прикресите и сказал я в театр она говорит ну приди я пришел, месяц походил Джигарханьян меня смотрел, смотрел, смотрел потом он меня взял потом меня взял стал вводить спектакль и то все потом была не очень приятная история где я ему ответил вот тут ты погорячился видимо я ему ответил вот тут журналисты слушайте он на меня посмотрел полминуты взгляд не оторвая вот так смотрит, смотрит, смотрит и говорит плохая шутка была из политики советую вам так впредь больше не шутить я ему сказал для этого не шутка была Рома Борисовича и все через два дня меня из театра а мне было закрытие был закрыт совет они там сидели и Джигарханьян говорит так у нас кризис тогда был 2008-2009 год когда вот это долбанул там будем несколько актеров убирать и вот кризис и он там говорит три палитра они ему говорят да нет давайте там других уберем нет мне говорит второй Джигарханьян я думаю с такой формулировкой можно спасибо новосаран и дальше потом у него огромное количество ролей да он фигурда 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 ну точно он фигурда я сейчас с этими сериалами у меня сейчас уже 35 понимаешь в фильмографии причем гордиться можно там одной двумя картинами я рассказывала да что работа актера сейчас не самая актеры сами виноваты я никогда ничего не поменяты потому что они сделали из этой профессии они впустили в эту профессию случайных людей вот это да они сделали из этой профессии какое-то легкомысленное отношение к этой профессии дали потеряла профессия вкус вот пока она потеряла потому что сейчас почему я всегда за профильное образование потому что вот казалось бы да быть журналистом возьми микрофон если ты умеешь общаться пожалуйста иди задавай вопросы мы видели миллион таких примеров особенно в шоу-бизнесе да когда там на мусте везде все кому ни попадя да тоже идут журналисты вот думают что это очень легко что это просто и можно сделать это все таким каким-то экспромтом на самом деле я всегда за профессионалов любой профессии почему я горжусь тем что я закончила в гик хотя мы с вами тоже это обсуждали что сейчас есть миллион возможностей особенно при нашей платной системе всего да миллион возможностей есть сниматься в кино пожалуйста за тебя заплатит какой-то спонсор или какой-то продюсер или ты просто знаешь режиссера по-свойски и вот-вот уже звезда на самом деле это все очень как правильно говорит янис этот короткий путь он очень недолгий то есть люди они тоже имеют свой вкус свое понятие в любой профессии и если тебе не нравится как играет этот актер ты никогда не будешь его поклонником пускай ты будешь его видеть в каждом сериале то есть рейтинги все равно будут нулевые и что скажется и на рейтинге фильма в том числе я хочу вас спросить на сегодняшний день есть такой актер или актриса в россии которая была бы там я не знаю народная любимица или народный любимец ну вот на сегодня вот прям вот не путайте с популярностью там с ротацией там или еще с чем-то вот народ любил вот на мой взгляд последний клубодров вот я не знаю почему ну да да вот еще вот русских артонгольц очень любят ну артонгольц 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 Ольга или как Настя Ольга по-моему да Ольга точно там и Татьяна там то есть любимица они да ну любят любят ну хорошо еще есть без рук без рук без рук он уже переходит к стадии народного любимца это из из популяризации а как мы оцениваем вот тоже интересный вопрос по каким критериям вы оцениваете что тот или иной ну ладно даже актеры возьмем медийный да персонаж какой-то народный любимец чтобы вот вот прям раньше вот Муслим Агамая знаете да его черную волку женщины зацеловывали до красного цвета они ее могли поднять на руки и нести настолько они его любили вот это сумасшедшая любовь а он не был медийный там ну как да да он был такой вот он был вот это вот народная любовь вот она откуда берется человек должен быть настоящий человек должен быть настоящий да он искренне в своей профессии то есть он должен сам ее любить то есть сейчас получается отсутствие народных любимцев говорит о том что у нас сейчас в искусстве все большие люди от себя в искусстве понимаешь да а не искусство в себе беда то есть ну вот нет ну на самом деле мне кажется что еще зависит от человеческих характеристик потому что помимо того что действительно должен обладать талантом в своей профессии еще важно как ты в обществе себя проиграешь то есть вот вам например вы все забыли про замечательную чулпанхамату пожалуйста очень или вы не знаете такое да то есть помимо того что она действительно огромная трудяга и наши преподаватели с ней лично знакомы я сейчас говорю про Ксеню Юрьевну нашу любимую преподаватель по сцене речи она была не просто профессионалом она еще была хорошим психологом потому что как мы с вами обсуждали для того чтобы владеть своей речью нужно избавиться от многих многих комплексов внутри себя тогда речь будет тебе подчиняться а ты не будешь зависеть от того сможешь ты выговорить следующее слово или нет что тоже кстати важно потому что очень много есть таких моментов когда волнение начинается на сцене или даже вот у вас в ваших предстоящих интервью и ты не можешь высказать или правильно высказать то что ты хочешь хотя ты можешь очень хорошо в голове у себя формулировать но вот эти не дают выхода твоим каким-то профессиональным это вот как помнишь ты была не помню была ты на этом паре не была когда мы проходили смех плач конечно когда конечно приехал Сесендуков в северный Кавказ и мне Шиловский проходим смех и его говорит ну давай и я... давай посмейте так, а чё это говорит? а я понимаю, что я в дурачок выгляжу у меня вот этот зажим участвует смейся я понимаю, что тут сидит девчон, которая мне нравится и вот так мы сидим все полукруга, ну и у меня говорит смейся и у меня внутри какой то происходит я встаю теме к 4 не встанет до ломает очень жестко на самом деле на актерском а если то есть ушел уж воски на тот момент уже так подвел педагогический нас что ты понимаешь что любой косяк и ты за дверью и абсолютно не сожалений были прецеденты на самом деле когда ребят и даже со второго курса и я становлюсь на 4 я же осознанно пришел в эту профессию я же пришел понимаю что я сюда пришел для того чтобы оборудить свои штуки и заниматься не дальше и он и тот и там бестужину сиделами плоду добив в ту сторону ползиночки рейка и смесь и когда уже ползиночки дверей как уже ржал так потерпишь потом терять нефиг я уже и так ползу уже это видит это моя любовь куда еще ниже я ржал выше горечь не можешь не хочешь да опять таки подход нужно уметь и это то что чему вам всем при этом обиды же на него нет на мастера как бы понял что он справился задачи вытащили с тебя твой нормальный смех он закопал твои комплексы куда подальше это комплекс номер один у меня все драки были связаны с рыжей потому что у меня в жизни клички рыжий не было если вдруг появляется будто фраер который меня там два дня знает 15 минут и он все позволяет назвать меня рыжий ну вот это вот комплекс наверно второй не считал вот это был первый у меня в семье не было рыжих никого у меня семья большая семья нас 4 человека три брата и сестра и нет рыжих родители всей грейки люди пищи черные дело в том что твое происхождение она как-то заставляет или стимулирует к тому чтобы все-таки быть настоящий мужчина у вас там греции настоящие мужчины не желаю сдержанные просто понимаешь лицедейство она ты не имеешь права иметь какой-то свое одно амплуа это как раз то что губит актера то есть ты должен быть абсолютно разным и задача в том была нашего мастера чтобы избавить нас от всей этой шелухи почему он говорил что очень сложно общаться и перевоспитывать взрослых людей почему к нам подключали психологов потому что у тебя уже есть определенная маска к твоему возрасту до возраст не маленький это было то есть у тебя уже есть устоявшиеся твое амплуа жизненное и его преодолеть очень сложно и задача мастера была в том вы все когда станете мастерами в своей профессии это будет и ваша задача найти ключ к человеку потому что иначе мы с вами это обсуждали на прошлом занятии интервью может быть плоским и скучным и читать его крайне неинтересно и может быть очень живым вы можете вот вытаскивать эту информацию из людей вы должны чувствовать своего собеседника и в том числе должны уметь его избавлять от его собственных комплексов а именно от стенки которую естественно он будет ставить между вами и собой потому что задача ваша вытащить максимум информации задача его сохранить тот имидж в котором он пребывает и рассказывать о себе только то что он хочет рассказать то о чем все знают и теперь что никому не интересно всегда ценится та информация которая ваша эксклюзивная поэтому преодолевая эти вот комплексы человека вы сумеете для себя очень много интересного и сочи и сделать ваше интервью каким-то я не знаю огранить его сделать бесценно но этому надо учиться конечно и вот в том числе я не сейчас рассказывает это была очень жесткая ломка потому что преодолеть себя смеяться публично плану да опять какие-то отношения появляются на курсе какие-то романы какие-то какая-то конкуренция между теми же девочками да за интересные роли естественно все хотят быть героиня никто не хочет быть там актрисой второго плана даже если это небольшая постановка студенческая даже если ты выглядишь как актриса второго плана я героиня из детства нет ну как бы есть ну понятие понятие амплуа да все равно роли как-то распределяют если вот такой и вот такой ну ладно отбегали да через преодоление вы говорите все равно характерные роли они гораздо хуже чем герои посмотри на нашу ирина на минуточку наша замечательная сокурсница который уже в которых подряд елках снимается я уже сбилась со счета его мхать и горького играет то есть и не очень такая высокая сейчас чуть похудела когда учились больше и характерно тогда русская внешность носит молодец молодец я уверен что дойдет потому что она она тоже трудно хочет она базовая положила в заклады свою личную жизнь и какие-то там условия до сих пор живет в общежитии вот и и более 30 лет но она идет туда мне нравится и пути он честный путь он без он не грязный я его можно вот продолжаем что касаемо вашей профессии честно сказать первые деньги которые заработали одни из первых первые заработал наверное когда были там 90 я торговал тапочками на рынке мне было 11 лет я в кино сменал не было 11 лет меня мама привозила на у меня педагогом было не привозила на рынок я стал продавал привозили с греции тапочки я продавал когда лето было а осознанные деньги заработали 14 когда у нас городе и там есть и туки открылась газета из тульская панорама городок и сентуги благословка панорама и это сборных сентуги пришли что усказали опыт не штатный корреспондент и я говорю я хочу и пошел я бегал у каждую неделю в милицию в больницу пожарную сдавал сводки чего не там это и чем произошло за неделю этих сентуках и периодически брат всякий интервью и вот эти первые деньги получил заработал журналистом задачу были 100 рублей фиолетовые такие пошел там сладости купил домой притащил большую семью ногами вот так что перед ними за мной выводил все эти штуки мозг же он так собака устроен что ты не знаю я учился очень дети все знания вот где вот а он они где-то там лежат и в какой-то момент они начинают вылезать в какой-то момент который ты даже не представляешь что им сейчас могут пригодить себе эти знания пламя такой коннект когда я с высоты своих каких-то прожитых лет делю делюсь его когда-то бывает вот без всяких прикрас и вот этих нет этих съемок они там по чуть-чуть снимают думаю ну надо что то еще где-то что-то бабки зарабатывать ну а свою профессию ведущего провел там брата свадьбу вроде получается и стал вот периодически еще вести свадьбу потихоньку там начинал с 5000 рублей туда и сюда сейчас мы доехали тогда 1000 евро за три года получается взял себя в определенный узкий круг я понимаю что я соображаю греческих традициях греческих тостах греческих поговорках постовицах и мне нравится что на греческих свадьбах нет конкурсов этих беспонтовых не все это получаю удовольствие я прихожу болтаю с ними поздравляю жениха с невестой кладу бабку карман чистый никогда никому очень много потом ну так я я бы в одном агентстве в другом в третьем актерском у нас институт агента который продвигает артиста не существует то есть актеры агенты актеров это могут быть кто угодно но не агенты актеров потому что профессии агент актера у нас еще нет люди не знают как заниматься что с этим делать что в эту профессию входит не только продавание тебя в картину это еще входит твою пират я не знаю там отслеживание твоих графиков там твою будущее психологическое состояние они просто ты взял человек отправил фотографии кастинг где-то это фактически те же лоббисты они не кило безумия позвонил и актем должен позвонить так вы посмотрели фотографии моего актера а у нас правильно фотографии забыли а ты должен позвонить посмотрели фотографии вам еще что сделать но это никто не занимается потому что по наберу по 100 200 человек в агентство имеют там две звезды с них отчасти процента остальные ну как по у нас не обучают у нас лоббистская деятельность вообще институт не развит не в каком виде я думаю ну сколько можно ждать когда начнут про тебя писать как там я не человек сказал что я не будущее бизнеса это был 2007 до 2007 год он искал будущее бизнеса затем что невозможно пощупать вот сейчас если бизнес мы берем стул за 20 рублей продаем ему за 30 мы зарабатываем копейку и у нас народ он так он привык что вот вот этот взяли это продали заработали почувствовали что произошло что-то процесс про вот в этом всякие творческие штуки там журналистика до кино там и на певцы писатель и художники это какая-то невозможно почувствовать ну что ты можешь здесь заработать денег то есть ну как ты не можешь это взять даже не видишь и осизать это не можешь пощупать вот и я создаю одну страницу в фейсбуке благо есть еще мне стало что в будущее если ты будешь владеть фейсбуком ютубом и хэштегом поймешь как эта хрень работает ты сможешь работать я сижу думаю ждать пока меня начнут опять еще кто меня лучше меня распяли ну кто никто но никто не сможет создается другая страница на фейсбуке не моя абсолютно другая который начинает писать о каких-то там а у меня же друзья много актеров режиссеров там продюсеров то есть они каждый кто то что я на чем как там я на чем как там я носил там игру попал вот тебе и материальчик ты просто берешь и фигачишь и народ начинает подписаться на эту страницу и ты начинаешь себя пиарить как бы их происходит опять таки к вашей профессии прямое отношение как будто и меняете себя вроде как вроде как на свои средства фейсбуке не удобно всегда как искать ночью чем там делает а ты вроде как какая-то страница которая там пишет про кино что там найдем подписчики есть ты опа разведелю про я не сочетались выстрел в голову а вода шками точек и потихоньку происходит одну страницу за такую греческую тоже там не нафиг не знал что это я на день я и сузов потому что ну и честно я люблю я люблю я люблю я вижу не люблю больше чем россию были россию я обожаю потому что я здесь родился это россия россия она дала то что вы сидите с независимостью благодаря россии когда они были там 400 лет под турками и в 1817 зародилось такое движение великая терея в одессе и и у русского императора был грек министр основных дел как сейчас лавров и был такой силанте и и он пришел немножко шепнул императору чтобы там греки собираются хотят что-то как-то чтобы против алектуру свои земли забрать вот император благословение император тоже конечно же это все пока я был искал что там занято собирается какие-то на закрытие все вы дома молитве конечно с помощью россии грецы взяла независимость конечно и за это мы очень благодарны и греческий народ он же удачи снимаю документальный фильм посвящен двадцатилетию московского общества греков официально такой 25 лет я снимаю документальный проекта и действительно очень много греки принесли в россию они принесли сюда мы знаем письменно с кириллами ходе первый институт который был открыт россии это институт славяна грека латино латинская академия братья не худе открыть памяти не стоит на площади революции то есть греки принесли сюда и православие и язык в общем настолько они близки это не просто европейцы как итальянцы французы немцы это греки это ну это единый дух как бы вот они будут и чувствуешь но вот я сам не говорю на одном языке и мы другого прекрасно понимаем нет как сейчас перед вами не сетку европейец который вас грузит вот и я создал такую тоже на страничку на фейсбуке уменьшить их страничек подпольным штуковину ну потому что реально воде информация владеть миром потому что ты по тем по тем по тем фронтам и у меня сразу пошли свадьбе больше а я что обвести греческую сейчас рядом ну немного до 3000 подписчиков например греческой страничке но 3000 это люди которые пришли туда сами то есть я копейку денег рекламу туда не вложил чтобы приманить кем-то как-то чего-то не было вот такой же не знали и там не нравится что они только греки есть такое понятие филолинизм филолинизм переводит гречество фил филос это друг друг и это понятие мы сейчас очень хорошо сейчас идет народ филолины и имена что очень много филолины то есть они обязательно грехи должны вы на этой страничке и тоже на периодически так пропихиваю себя опыта красный или куда новость вы себя сделаю риску пошли заказы свадьбе и тоже то есть ты с помощью информации с помощью куда что-то которая многие не знают может быть многие уже знают что это мои уже без разницы знаете знаете не знаете не знаете но он получается штука работает работать и все эти штуки как хэштег инстаграм просто люди на ровном месте продают а вы какими сетями больше всего пользуются инстаграм инстаграм это наименее информационная допустить и с ней прям идет текст какой-нибудь а то есть больше внимания инстаграм наоборот прикольно тем что вот все кто сидят есть люди сердца на классе есть люди сидят в контакте больше есть но в инстаграме сидят все у кого есть мобильный телефон они все как бы там друг на друга подписаны и из из вас весь это как такой единый столбец как twitter только 3 3 мало на себя все равно сюда особо не залезла в инстаграм на вот и владеет этим всеми инструментами всякими разными штучками она конечно занимает время там я вот одно видео выложу я посмотрел на ю тубе одну там было у него там действий просмотров я можно взять ли не с него просто ссылки на страницу я сейчас вам как бы журналисты журналистику да на расход по странице плечу ну а его можно просто скачать это видео и загрузить как родной в фейсбук что-то не ссылка там и это получается гораздо прикольный что вот она внутри страницы а не сын как а за наглость рыжим и бесстыжим и пускай а я пойду к кино из него нет это огромная профессия вот серёжа кстати вот ученая на режиссера как вы уже заметили не расстается вот это огромная профессия которая занимает люди неинтересно досталось и заболтали давайте вы не поспрашивали что-нибудь чего-то заводом на голоса и борис сара это его подпольная кличка в институте я я паралям паралям в общем есть вопрос до театральной работы театральной работы в это гиг это гамлет и чехов жених и папенька и в пустой спектакль это муза ведь я помню то ли что-то блок вовсе островского а муза рецкий аполлон викторич алкоголик вот это тоже довольно сопротивление я пугать не люблю честно скажу хоть я щас и живу как будто сушника с водичкой нет я пугать и люблю и надо ну реально алкоголик который там продаст хватит родных ой да я помню как готовили я не сакатароны я даже не раз набухался чтобы сыграть я не так себя пьяные люди ведут не так уже напейся один раз и пойми как как ты должен вести себя на ногу потому что все должно быть органично всегда видно когда люди фальшиво говорят действует органика она же не только в речи она и в движениях что кстати еще сложнее потому что тебя еще могут натренировать а быть органично в движении и совместить все это речь и движение это сверхзадача что называется так что вот привод и сестрали то вот эти три хоть камни то есть сыгран там небольшой отрывок ну я я люблю мурзавецкого обожаю и вот иуду из кариота я играл в эту новую курсу социализма да каких фильмов или сериалов сну таких популярных снимались ну фильмах последняя работа одна из последних работ она вышла год назад романс кокаином было было такое кино по произведению агиева там главных ролях ксюша собчак кирилл плетнев володя ягодич я игорь 3 в самого народа уже продюсер-картина вот это что вы сами кино самоубийцем там небольшая роль в другом-другой со стычкиным воробьёву сейчас будет перевозчик на нтв я говорю около 30 картин 30-35 картин это так это неправильно свою картину картина это большое кино 30 работам 35 ну вот чтобы можно было бы погордиться в том что ты снимался я горжусь работой с досталем хотя у меня была небольшая это милетия монаха эпизодическая в фильме раскол про раскол церквей 16 вот это я горжусь работой потому что работал с досталем побыл на горжусь тем что к сожалению для себя так и не выжил мы снимали в японии полиция какая-то русская дева снимал наш мастер и поэтому я горжусь потому что животных снимал и я правда подумать он так уже нашел этот сериал ну мне не очень нравится но у меня есть гордость я снимался у мастера картине у меня за собой и вот этот роман сокаином царца небесных гена сидоров который снял старухи фильм он взял за него кинотавра монстром сериал апостол вот потом посудился с продюсерами его там иван иванов назвали величайший был режиссер человек и актер был режиссер гена сидоров вот он роман сокаином фильм не очень пошел потому что гена его снял но не собрал он скончался после съемок очень важно кто монтирует фильм у меня здесь него можно сделать как шедевр так и полностью его разрушить ходит легенды как раз про никита михалкова и про фильм обитаемый остров да про как они его монтировали что там с помощью монтажа можно вообще чудеса совершить когда он просто закрывался монтаж для монтаж конечно муж как похоронить картину только и вытащить но если что в куберезда нет они не знают что я делаю я поймете в чем вся фишка вся фишка в том что когда ты начинаешь делать я это для меня такое слово странное стартап а потом я понял что я как стартапщик реально что такое стартап это бизнес не фундаментально не основан на деньгах это бизнес основан на интеллектуальных сознаниях твоих и твоих близких с которым ты это дело ведешь вот я делал вот эту страничку она говорит греком они называлась я ее просто сделала бит я назвал я я грек я вот и ко мне сейчас подключились чуваки из инженерии как называется это инженерик помогите которые с интернетом связаны информационные жилищи ну в общем вот которые создают сайты это два гения ко мне которые подключились и говорят давай делайте сайт и мы вырубили концепцию то есть я нашел людей которые могут мои мечты которые казалось бы нереальные я потому что я не понимаю как включится сайт ну реально я вот тормоз я не понимаю как это можно все внутри как этот механизм устроен а они это понимают я я говорю вот так и они нас ждем выдают это очень круто когда ты вот как вот получать сейчас мы делаем есть социальные сети а мы сейчас делаем тематическую социальную сеть с греческим уклоном он будет на трех языках греческий английский и русский вот так будто я я грек.ру я еще давно выкупил сейчас он пригодился важно найти ребята то что вам интересно вообще в жизни вот я не в своей любви к Греции нашел часть своей профессии и часть своего времяпровождения досуга социальная работа как угодно все все почему тут грекоманин зовут потому что это была первая финистка я думаю ну вот мне хочется писать о Греции мне хочется писать о каких то известных греках о великих их поступках о их миках ну вот знаешь если мозг даст сбой кровь его никогда не даст вот такой трески я думаю если это будет на своей странице на фейсбуке то подумаешь какой-то фанатик вот какой-то вот кроме Греции еще того парня есть интересные книги потому что ну на фейсбук у меня там актеры сказать его друзья и создает грекоманию это просто выплескивал все что у меня есть и все и она как-то стала это потом находить и подписываться друг другу репостить то есть то есть когда ты делаешь для души что-то вот для души никакой никакой что там деньги заработает там еще что-то еще когда ты с душой туда входишь тема она реально эта тема работает вот я офигел и она реально приносит какие-то дивиденды о которых ты даже понять во-первых это ваша особенность вы становитесь это ваша индивидуальность это то что получается только у вас то чем вы знаете как управлять вы знаете какие-то нюансы и кстати я хотела добавить к Яниса выступлению какой момент что роднит тоже наши профессии журналистскую и актерскую и что вносит дополнительный стимул когда ты погружаешься в тему Янис просто вот ты упомянул раскол да когда ты погружаешься в тему кино в котором ты снимаешься ты более-неволее начинаешь изучать эту тему исторические факты с ней связаны известные личности я не знаю места локейшн где все эти события происходили то же самое вашей профессии то есть понимаете можно идти по шаблону создать себе шаблон вопросов абсолютно одинаковых для всех и под эти вопросы можно подписать там не знаю миллион человек либо можно погрузиться в то чем человек действительно занимается что ему интересно во-первых это пополнит ваши собственные знания потому что наверняка вам придется брать интервью людей абсолютно разных профессий и занятости и это вас будет все время двигать вперед повышать ваш уровень вашу квалификацию это тоже очень важно так что вот этот момент я считаю что он человека развивает вообще в любой профессии можно развиваться а можно пользоваться просто теми основами которые в тебя заложены на учебе но этого мало сейчас огромная конкуренция что мечта уходить нельзя говорить о своих мечтах не сбился да да а есть ли какие-то вообще фильмы в которых ты собираешься принимать участие или принимаешь участие в съемках на данный момент вот есть один фильм я его очень жду когда наконец-то начнут съемки они просто никак не начнутся режиссер он из Америки и кино будет про Нино просветую Нино которое принесло православие Грузию сценарий просто гениальный это мой друг режиссер Гея Кириселиза ему там около 45 лет сейчас он проработал очень много в Дисней и рисовал все это рисовал все эти мультики был художник сейчас он написал все-таки насколько профессионально подошел к работе я ни один проект не видел в России у него каждый камушек нарисован в раскадровке он сам же художник ну это просто вот вот этот проект я очень жду вот когда он будет я не знаю мы с ним позавчера созванивались по скайпу он говорит что скорее всего к весне будут съемки вот этот проект я очень жду из больших каких-то из российских честно вам скажу пока ничего пока ничего но я по этому поводу абсолютно не скорблю потому что сейчас так дел хватает со всеми этими делами с кем из наиболее главных личностей вы лично знакомы? ого огромное количество хотя бы из тех фильмов которые вам назвал Янис он со многими снимался работал вместе не просто даже знакомы ты знаешь быть знаком вот так мой призвук отборишь в моих друзях зайдешь ты подумаешь там реально практически все но знакомство это же не дружба искренняя а дружиться с кем? вот что дружба прям мой друг из популярных друзей у меня нет друзей нет вот друзей а хороших знакомых а хотя нет сережа апрельска у меня да апрельска апрельска который играл в бригаде если вы знаете как бы да да вот прошу Сережку вспомни знакомых очень много я Лешу Чадова знаю еще до того как его вся страна узнала что он Леша Чадов еще с 2000 года когда он в своем первом фильме снимался фильм «Война» у Балабанова я там работал этим ассистентом у режиссера ну это как раз как его понимаешь в другом уже воспринимаешь просто когда ты работаешь уже с людьми попробуй припомни всех с кем ты снимался или общался или на съемках на касте снимался со многими а вы думаете Балабановчука вы лично знаете? лично нет это большой пробел с у меня я не знаю я не знаю я не знаю какой у вас жизненный кредит ой я сейчас скажу сейчас одно и сделать что должен и будет что будет потом еще есть я бы не назвал себя добрым я назвал бы себя человечным ну вот эти наверное и через теник звезды ну вот 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 я